Проверки начались уже сегодня и продлятся до 20 июля. Все, кто проживает в Сочи без регистрации, обязаны это сделать с 25 мая в течение трех дней. Иностранцы должны зарегистрироваться в первые сутки пребывания в Сочи. Такие меры необходимы в целях безопасности. Представители ТОСов и Домкомов просят сконцентрироваться и максимально эффективно отработать в этот период, чтобы знать в лицо каждого нового жителя дома, в том числе гостей, которые будут размещаться в частном секторе. Домкомы, председатели товарищеских, садоводческих и иных, включитесь в эту работу, включитесь и помогите, скажите, уже у вас должна информация, как вы говорите, вот там наркоман живет, там непонятный для меня человек, поработайте с участковыми, поработайте с полицейскими. Кстати, создан колл-центр, куда можно обратиться, если есть желание сдать свое жилье гостям в Мундиале. Номер колл-центра 8 800 110 65. Также жители города просят не забывать о телефоне доверия полиции и сообщать по номеру 269 69 50 информацию о подозрительных лицах. Заместитель начальника полиции по общественной безопасности отметил, что звонков от граждан поступает мало. К сожалению, равнодушие людей подчас приводит к трагедиям, которые можно было бы предотвратить. А лозунг «Бери и делай», который был инициирован директором 13-й школы, станет теперь общегородским. Напомню, школьники к 9 мая привели в порядок братскую могилу 79 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Вот реальные дела. И бери пример. Каждый сочинец. Бери и делай. Увидел? Ну почему не сделай? Проявить себя приглашают на субботники. Он состоится 19 мая. Очиститься от мусора, привести в порядок подъезды и дворы, чтобы достойно встретить гостей чемпионата мира. Только на матч Португалии-Испании, распроданы почти все билеты, ожидается огромное количество прессы из разных стран. И, конечно, задача номер один – не ударить грязь лицом. Ну сами зайдите и посмотрите. Неужели трудно банку краски купить да покрасить? Неужели трудно взять веник да обмести эту паутину, да может быть побелить там? Ну просто в человеческим условиях. Много претензий у главы города к спецавтохозяйству. Сейчас в этой организации проводятся проверки. Выявлены факты, когда вывоз мусора осуществлялся без официальных договоров по частной договоренности с юридическими лицами. Все эти материалы переданы в правоохранительные органы. Глава города объясняет, когда предприятие кричит о банкротстве, из бюджета города направляют туда деньги, чтобы город не задохнулся от мусора. Ситуация в Сахе требует дальнейшего разбирательства, отметила Анатолий Пахомов. Одна из участниц планированного совещания пожаловалась на то, что жители завокзального района по-прежнему выгуливают своих питомцев прямо на мемориале. Это кощунство, считает глава города и просит сотрудников полиции установить там дежурство. Более того, тех, кто нарушает правила благоустройства, могут привлечь к административной ответственности. Поскольку достучаться до совести каждого владельца животного не получается, как и увидеть тех же самых любителей животных с пакетиками и лопаткой. Вопрос достаточно серьезный, считая глава курорта и возможные его решения требуют законодательной инициативы. Разобрали в подробностях на планерку и тему транспортного сообщения в период проведения чемпионата мира по футболу. Глава курорта просит горожан по возможности не пользоваться личным транспортом и пересесть на общественный. Создан и единый диспетчерский центр такси. Огромная просьба и я рекомендую вам, и вы вашим гостям, и вашим соседям, друзьям, рекомендуйте вызывать такси, безусловно, через этот центр. Это будет, во-первых, безопасно, это именно аккредитованные машины, это будут машины качественные, ухоженные, чистые и так далее. Примерно на 10 улицах в центре Сочи перекроют движение автотранспорта. С 1 по 17 июля в районе Морпорта будет полностью перекрыта улица Несебрская. Она станет пешеходной. Ограничение затронут улицы Войково, Кооперативная, Москвина, Перелок, Электрические. На отдельных участках улиц по Ярко и Воровску, в сторону курортного проспекта, будет введено одностороннее движение, а вот Орджоникидзе станет двустороннее. Также на планированном совещании шла речь о ремонте домов. В 2017 году краткосрочный ремонт был сделан в 76 домах. В этом году на ремонт 105 многоквартирных домов потратят 194 миллиона рублей. Есть планы и на следующий год. На 31 дом определена сумма в 153 миллиона рублей.